привет друзья сегодня у нас будет обзор карандашей с алиэкспресс вот такой вот наборчик здесь у меня 12 цветов это набор для портрета и называется вот этот китайский бренд ep engross pin art да если правильно это называть вот такая вот коробочка небольшая с обратной стороны мы видим тоже название до выкраски небольшие и у меня он видите в таком плачевном состоянии это не пришел мне в таком виде пришли карандаши нормально просто коты погрызли эту упаковку так она была более в приличном состоянии ну где-то уголки помяты но карандаши у меня внутри были все целые брифель и даже были не поломаны хотя знаю иногда они приходят в сломанном состоянии тоже так давайте мы их достанем сначала мы сделаем выкраску небольшой тест посмотрим что это такое и нарисуем небольшой портретик с их помощью я думаю на какой-то обычной пастельной бумаги так будем вытаскивать я их скажу честно уже посмотрела так вот бегло до чуть-чуть попробовала потому что было интересно уже есть опыт у меня с китайскими карандашиками кто не смотрел посмотрите обзор на карандаши калур два видео я записывала мы тоже там рисовали с вами пейзажик сейчас у нас будет портрет ну и так вот да давайте разберемся карандаши довольно толстенькие сами по себе у них надписи с таким стеснением серебряного цвета здесь мы видим соответственно оттеночки вот древесина в принципе неплохая есть какие-то такие трещинки небольшие вот на некоторых карандашах да например вот на это что у нас какой оттенок тут кстати нет название да просто просто цвета и все с обратной стороны мы тоже ничего такого не видим с вами каких-то номеров до либо название цвета их нет ну нет так нет что поделать интересны конечно же будут нам ну понятно все цвета нам интересны особенно белый черный давайте начнем сделаем небольшую выкраску я подготовила такой обычная пастельная бумага у меня на серого оттенка чтобы было видно белые и светлые оттеночки тоже до чтобы это имело смысл нам делать выкраску светлых цветов так белый карандаш 1 очень жесткий очень жесткий яркого белого цвета он не оставляет немножечко такой мыльный чуть-чуть как бы жирненький то есть он не крошится он просто плохо рисует не дает насыщенный цвет окей для сравнения сейчас выкраску сделаем и потом какой-нибудь рядом другой белый карандаш нанесу чтобы было наглядно буду пока их держать в том же порядке хотя тут ну не принципиально нам до следующий ну такой бежеватый оттенок тоже чуть-чуть он знаете он не то что царапает например как карандаш и color он просто как будто немножечко масляный как будто чуть-чуть сторону масляной пастели цвет неплохой но тоже не не сильно яркий интересно что ну вот кстати чуть-чуть царапать что будет после заточки может быть чуть-чуть поактивнее поярче цвета будут если заточить заточить мы эту древесину тоже попробуем следующий оттенок но такая охра на желтую охру похож по качеству ну примерно как предыдущий что я заметила с китайскими карандашиками что светлые цвета у них обычно хуже чем темные потому что белые ну очень плохие так следующий такой больше в терракотовый бежеватый оттенок такой сиену похож цвет красивый по качеству прям аналогично похож на предыдущие немножечко где-то бывает вот так залипает царапает следующий и посмотрим вообще разницу между этими тракотовым есть она или нет более насыщенный так да прям царапает поярче оттеночек как-то я так странно до выкраску делаю широко ну ладно будет у меня 5 тут 5 мы посмотрим да все то же самое то есть немножечко вот так как будто залипает то есть вот не дает не дает провести нам линию тяжело на самом деле все эти тесты делается с такими плохими карандашами прям особенно когда есть чем сравнить все это довольно грустно следующий вот этот похож уже на таракотовый давайте также вот в ряд я пойду он кстати чуть-чуть до более в красноту уходит более насыщенный ладно такой же абсолютно по качеству следующий который вот здесь небольшой трещинкой жалко конечно хотя бы циферки какие-нибудь обозначения сделали бы тоже и чуть-чуть царапает как бы и залипает то есть получается они какое-то количество воска добавили в состав тушуются потому что видите довольно плохо значит есть какая-то восковая составляющая которая но оставляет вроде бы яркий цвет но не позволяет в то же время растушевывать следующий красивый кстати по цвету должен быть теплый коричневый и вот он кстати уже ничего помягче видите даже больше крошится более такой мягкий именно похож на пастельный хотя бы немного в отличие от предыдущих и получше растушевывается чем темнее тему они поприятнее по качеству становятся так следующий должен быть более в такой темный шоколадный оттенок смотрите прям сразу до царапает вот так вот плохо конечно если не выбирать нужную сторону то очень тяжело по стоимости сколько они были сейчас вам точно скажу напишу в любом случае рублей наверно 200 стоили все карандаши 220 что-то такое поэтому конечно грех жаловаться за такие деньги но хочется чего-то приятного правильно царапающий смотрите если сторону не меняю вообще-то ничего не происходит меняю тоже мало что происходит так вот с этим выбор стороны очень плохо очень плохо нет стороны которая рисует но только если его заточить и он чуть-чуть как-то смягчится в общем плохо прям плохо так что у нас дальше дальше у нас идет серый как кстати они интересны эти выкраски делали потому что даже я вот не могу так провести ярко потому что все это царапает следующий серый но кстати помягче я еще думаю что тут многое зависит знаете такой рандом может быть какие-то карандаши у вас будут чуть лучше рисовать ну точнее какие-то более-менее какие-то очень плохо какие-то совсем не будут рисовать тут получается такая лотерея здесь например если определенную сторону не выбираю это тоже плохо рисует ладно черный черный мне кажется должен быть получше вот как ни странно черный почему-то они у них ничего то же самое как и у калур черным я и отдельно рисовала добавляла в работу он такой довольно сухой жесткий но сам по себе черный цвет темный насыщенный как-то даже растушевывается потому что если мы говорим про портрет нам все равно нужны мягкие переходы цвета до чтобы плавно вот он кожи нарисовали а если они не тушуются то это сделать будет довольно сложно ну что получается у нас вот такой вот коричневый был неплохой даже не так его не обозвать потому что цифр никаких нет это вот этот следующий цифрах никаких нету поэтому сложно что-то сказать сейчас давайте какой-нибудь возьму но это конечно совсем будет такой тест слишком заметно в общем белый кахен оровский с третьим номером 1 2 3 у них бывают цифрки это белый угольный карандаш он очень яркий он прям белый белый без нажима смотрите я рядом добавляю его бумага обычная пастельная не абразивная да то есть цвета не но карандаши ложатся не сильно ярко да на обычной бумаге все-таки на абразивный все ложится хорошо и если мы этот добавляем рядом даже с большим по сейчас я прям стараюсь нажимаю все равно никакого яркого цвета не получается растушевка видите довольно мягко происходит у кахен ора здесь ну понятно даже нечего растушевывать потому что он особо пигмента никакого нам на бумажке не оставил ну что ну так если первое впечатление сказать то не очень потому что светлые прям плохие хотя вот такие оттеночки мне очень нравятся они довольно интересные опять же да повторюсь если что-то где-то штрихами там чуть-чуть добавить может быть и нормально что мне нравится можно сказать что из-за вот этой вот какой-то немножечко такого воска в составе получается они чуть-чуть лучше скользят чем те же color color прям такие сухие довольно и они полят больше эти все таки немножечко скользят но как это будет работать в портрете сказать сложно поэтому давайте сделаем тест на заточку а потом уже попробуем нарисовать портретик ну что давайте начнем с белого карандаша потому что он прям был самый плохой посмотрим что там с древесины и как он точится затачивается нормально но хочу сказать что у меня довольно острый резак новенький нормально но чуть-чуть все-таки тяжеловато если резак не острый будет прям очень тяжело потому что она плотная и довольно такая жесткая древесина ломается да то есть скорее всего во время транспортировки что-то происходило и поэтому грифель внутри может быть поломан как часто бывает у любых дешевых карандашиков если у вас были когда-нибудь или есть карандаши бренда карандаш швейцарского вы могли заметить при заточке между сейчас попробую поближе показать то есть идет сам грифель да вот эта цветная часть карандашика и идет деревянная обладка которая покрывает весь карандаш дерево и между ними есть как бы такой слой как такая супер тоненькая пленочка которая дополнительно защищает грифель чтобы он не ломался вот у карандаша и то есть если вот попробуйте их поточить вы это заметите то есть такая она супер супер тоненькая такая защита но там цена конечно другая да один карандаш стоит дороже чем этот весь набор притом намного если они еще все будут очень ломаться во время заточки тоже будет неприятно я всегда задачу довольно осторожно поэтому это скорее всего делать тут не во мне а карандашики окей но если аккуратно затачивать то в принципе ничего дальше конечно может быть что вы порисуете и будет понятно что они могут ломаться в общем дальше мы прям довольно твердые самое интересное что попробуем кстати коричневый еще заточить я хотел сказать интересно что довольно как бы масляно рисуют немножко но затачиваются прям как очень твердые карандаши сделаем сейчас потоньше кончик вот этого белого и попробуем провести линию смотрите прямо да где-то здесь где-нибудь покажу прямо исчезает ну не исчезает точнее они рисуют если выбирать нужную сторону плохо значит размешан там вот этот пигмент внутри то есть какой-то страной вот вообще там вы рисовать невозможно потому что он не работает если только постоянно вот так вот переворачивать какие-то манипуляции танцы с бубном проводить и так далее в общем для находчивых тоже карандашики но попробуем я думаю наверное наверное заточу чуть-чуть остальные попробую что будет здесь происходить но белый кстати самый жесткий и затачивается тоже хуже я смотрю бежевый даже получше точится думаю что какие-то вкрапления видите дополнительного какого-то пигмента внутри неравномерное как бы перемешивание этого пигмента явно происходит поэтому какие-то и крупицы и все что угодно то может быть внутри за счет этого и царапания происходят ну качество такое очень невысокое ладно с этим мы поняли остальные я сейчас подумаю либо заточу либо во время рисования что какие-то вот совсем вот так вот поломались не давайте попробуем что у нас с ними получится ну что давайте попробуем сделать портретик только с помощью наших прекрасных карандашей посмотрим что получится я использую обычную бумагу меня 20 на 25 размер довольно мелкая такая фактура пастельной бумаги цвет возьмем серый чтобы посмотреть как и светлые будут работать потому что на светлой бумаге да будет это не так заметно но она черный или очень темный скорее всего все будет и так выглядеть эффектно и мы не увидим каких-то других косяков на нашим плохо работающим белым карандашом наметим основное потом уточню и сделаем небольшую прорисовку но посмотрим насколько это получится а у нас девушка в шляпе я наверно шляпу полностью не буду обозначать так вот легко только ее краешек наметим по размеру давайте где-то вот вот такое сделаем лицо чтобы она более четко было прорисовано все таки так довольно крупно планом его возьмем здесь у нас пойдут волосы и ниже уже будет шея идти прям какого-то супер сходства наверное не будем достигать главное посмотреть как они себя покажут в работе постараемся конечно передать ее образ такой я выбрала специально не очень сложный сюжет чтобы пять часов мы это все не рисовали смотрели просто по свойствам что вообще с ними может получиться заодно по оттеночкам все цвета скорее всего будут участвовать попробуем чтобы все они здесь поработали там фон у нас таким голубым бирюзовым оттеночком его делать не будем оставим просто цвет бумаги неприятно конечно что где-то вот вообще да то есть вообще карандаш не работает приходится менять направление постоянно это не очень комфортно конечно чуть-чуть вот так пошире поля у шляпы сделаем тут покажем что шляпку поворачивает и давайте дальше по пропорциям смотреть что у нас по портрету здесь у нас подбородочек примерно на одном уровне ну чуть-чуть вот здесь бровки вот так выходит как-то растушевывается но все равно вот немножечко такой момент залипания происходит прям как будто бы они не очень но не как будто бы они не очень мягкие что поделать да по направлению у нас девушка так вот чуть-чуть подняла подбородочек поэтому видим и нижнюю площадку носа чуть-чуть щечку вот здесь видим до нужно какой-то другой наверное взять потому что уж очень тяжело но я намечаю белым чтобы потом если что его где-то убрать и уже с темным наметить основное получается здесь идет вторая бровка поворачивая дальше волосы и наш глаз глаз мы погружаем немного глубже да то есть если здесь бровь началась по глазик будет глубже уходить намечаем сначала общую форму вот так вот нос нос заканчивается раньше если по вертикали смотрим чем губы губы немножко дальше уходят тут чуть-чуть видим щечку дальше челюсть повернула тут у нас идет шея ну что основное наметили уже неплохо давайте перейдем на на что-нибудь другое какой-нибудь коричневый возьмем сделаем основную форму коричневый вот этот который вообще не рисовал наверно либо его сейчас зато чем так он ли не рисовал потому что сейчас вроде что-то происходит да он довольно плохо рисует если сторону не не выбирать попробуй его заточить и может быть будет получше немножко я его заточила может быть будет проще выбирать сторону который у него рисует тем не менее я хочу показать где пойдут у меня более темные участки и повторюсь да что это будет такая зарисовочка что он не будет супер каким-то долгим да как плохо идет и не очень фото реалистичным портрет будет такой вот легкий и жалко потому что цвет неплохой темно-коричневый жалко что его использовать сложно приходится как-то подстраиваться и в принципе я вот думаю какой может быть до смысл покупки вот таких очень сильно бюджетных китайских карандашей потому что ну да они стоят мало но все равно мы не можем с ними ничего делать особо да в чем получается тогда плюсы лучше потратить побольше взять основной набор каких-нибудь работающих карандашей правильно чем вот просто мучиться особенно если на обычной бумаге мы делаем если мы делаем это на абразивные на более дорогой бумаги по стрима отсюда либо кэнсами там стачили там юарт санелье карт и так далее то будет и довольно жалко когда мы используем хорошую бумагу и но не то что портить но вот так вот мучиться с такими не самыми качественными карандашиками получается что особой логики в этом нету да то есть если мы хотим как-то сэкономить то все равно мы будем получать не очень хороший результат но из небольших плюсов опять же они сильно не растушевываются и за счет того что они не пылят они не оставляют много пигмента поэтому шанс чтобы что-то размажите он небольшой но это такие уже странные плюсы конечно я под по чуть-чуть глазик уточняю примерно как он будет дальше сразу к нему подстраиваю здесь кусочек щеки прям небольшой такой идет потом идет наш носик носит примерно обозначу он у нас в тени находится поэтому сюда можно прям так нормально с коричневым если он будет рисовать опять же его наметить показываю как ноздря у нас идет вы тоже можете до сделать со мной этот портрет но с какими-то другими материалами более качественными например и по портрету да что еще можно сказать хочется конечно и использовать мелки особенно для более крупных форм для общего заполнения сначала скажем сделать участок кожи с помощью мелка и потом уже дать прорисовку карандашиком это очень логично если портрет довольно большой то все весь портрет рисовать карандашами это немножко будет бессмысленно показываю все что у нас находится справа за счет того что темный оттеночек слева добавлю немножечко можно на шляпу чтобы выделить силуэтик капельку растушевываем так и находим форму подбородка подбородочек у нас даже чуть-чуть побольше вперед вот так вот выступает я постараюсь даже сильно пластик либо кляшку сейчас не использовать а посмотреть например будут ли светлые оттенки перекрывать где-то темные слои до вот такого плана да например тот же подбородок поэтому посмотрим будет ли карандашик помогать таких моментах будут ли светлые оттенки вообще перекрывать темные скулу показываем и находим шею шею у нас если здесь заканчивается ноздряда где-то здесь уголочек губ то чуть-чуть правее мы перемещаем шею вот сюда так вот шея пойдет и тут наши такие волосы волосы уже вниз конечно вообще тяжело найти работающую сторону карандаша ощущение что мы рисуем знаете как будто какими-то не очень качественными цветными именно карандашами прямо даже пастельными их сложно назвать видите вообще не не работает немножечко такой вот мучение получается здесь потемнее будет участочек где идет скула зоны челюсти там у нас тень поэтому побольше коричневого сюда можно шею пока не трогаем и давайте от носа будем в разные стороны идти чуть-чуть уточним теневую сторону у него сразу чуть-чуть подтушевываем такой мягкий контур найдем глазе конечно хорошо бы нам подробно прорисовать чтобы его было видно такой красивый будем надеяться что это у нас с ними получится уточняю чуть-чуть бровь и и наверх подниму капельку такой галочкой да и вниз право уходим отлично это вроде бы сделали давайте поточнее сделаем наш глаз сначала вот так вот в общих чертах покажу где идут темные зоны нижняя века обозначу разрез соглас сейчас сделаем а единственное единственное чуть-чуть будет пониже все таки глазик у меня я бы довольно высоко подняла когда намечала то есть вот вся общая форма и он будет чуть-чуть так вот опускаться но посмотрим насколько белый цвет перекроет у нас где-то серые оттеночки да и будет ли белок вообще заметен показываю подвижную часть верхнего века она представляет собой довольно такую прямую линию который уходит вниз чуть-чуть еще ниже вот так нижняя века подвинем здесь где-то реснички пойдут и хотелось бы если с ним будет сейчас получаться вот так вот почетче границу складочку верхнего века так немножко потом нужно будет со светлыми участками тоже скорректировать здесь пойдет слизнячок и вот где-то здесь будет сам глазик то есть радужка дам зрачок и так далее затемнение можно легкое сделать на верхнем веке над складочкой чуть-чуть я нам наверное так глаза покрупнее сделала да ну ладно пускай она будет поле такая иллюстративная чуть-чуть девушка давайте губы сделаем затемнение сверху небольшое где ямочка губами покажем как идет верхняя губа по губам да если по построению их говорить то губы у нас ближе к носику всегда находится чем к подбородку расстояние от подбородка до нижней губы она всегда будет достаточно большим а поэтому ровно посередине вот этой нижней трети лица мы губы не рисую с вами вот за этим следим часто бывает что мы когда делаем портрет то нам хочется по серединке прям губы нарисовать нужно поднимать их повыше так вот показываем как они уходят вправо здесь складочку между верхней и нижней губой и добавим давайте нижнюю губу привыкнуть конечно можно к таким карандашам но вопрос стоит ли нам это делать потому что минусов конечно очень много кроме стоимости остальное все довольно тяжело получается такая серьезная да она получилась чуть-чуть затемнение под нижней губой ну и принципе посмотрим где где нам нужно добавить тени снизу подбородка добавляю него еще немножко выделим давайте за счет тени да прям прям не рисует прям не рисует вообще какие моменты жалеешь думаешь зачем вообще я это взял нам наверх чуть-чуть линию челюсти поднимаю затемнение рядом с волосами и все таки все таки тяжело давайте возьмем другой коричневый карандаш может быть он будет получше работать ну хотя бы у него некоторые стороны помягче идут и побольше немножечко побольше фигмента вот такого коричневого красного опять же хотя бы циферки да можно было бы поставить чтобы мы с вами понимали какого цвета какого тона мы взяли карандаш потому что сейчас это просто какие-то такие рандомные обозначения один коричневый ближе красному другой потемнее 3 там еще что-то особенно да если оттенки у нас вот такие схожие друг с другом то очень странно что мы не можем понять кто есть кто это неудобно я не говорю про какие-то моменты там а светостойкости и прочим то есть такой информации ее тоже нет и каких-то сильных обзоров подробных тоже нету на эти карандаши хотя помимо алиэкспресс видите про что происходит не рисует на других сайтах я тоже видела но прям вот очень очень мало но такая попытка до создать такого плана карандашики довольно спорная чуть-чуть давайте шляпу сделаем поконкретнее даже скорее для того чтобы выделить лицо посветлее сделать относительно шляпы на ее фоне может быть попробуем потом сделать что-то такое и на постель матча либо какой-то кусочек я вам опять покажу как на абразиве будет ли в этом смысл я думаю что вот так вот если прогнозируя на абразивные бумаги они будут лучше вести себя чем color потому что чуть меньше царапают они как бы да не рисуют но они не царапают они скорее просто не дают линию за счет вот вот этой какой-то восковости как будто идет цвет а потом он просто исчезает и вы ведете пустую линию без цвета чуть-чуть поменьше сделаю подбородок за счет тени которая будет на волосах немножечко так поаккуратнее пускай будет но я думаю это мы и со светлым цветом тоже слегка доделаем эту прям такая она супер серьезная получается так вот то есть извне я чуть-чуть убираю подбородок хочу еще тона побольше темного добавить и дальше будем переходить постепенно на более более светлые ну кроме конечно стали где-то с черным сделаем глаза самой темной тени так далее потому что супер черный не хочется добавлять сейчас темный оттенок он точно нам что-то загрязнит а я хочу чтобы мы попробовали с помощью бежевых посмотреть как вот с коричневыми цвета будут перемешиваться немножечко покажем шляпу сверху да она там светлая но я хочу разделить вот эти области вот этот край хочу сделать ближе к нам посветлее что еще у нас не было следующий такой но он им коричневый он по моему был покраснее вроде бы посмотрим где его можем добавить заодно лоб чуть-чуть затем ним там идет тень от шляпы поэтому он будет поплотнее по тону но хорошо конечно что не царапает до единственное в плане растушевки если прям довольно много добавить слой карандаша то вроде бы ничего вроде бы растушевывается если говорить о самом портрете да то есть конечно и более холодные оттеночки там про глаза мы не говорим о не более оливковые зеленые мы сделаем их теплыми попробуем прям вот серьезно именно все сделать с этими карандашами даже не будем подключать нормальные белые сюда посмотрим такой чистый тест сделаем посмотрим что получится я мы только с ними где еще она можно добавить этот красноватый давайте чуть-чуть на губы губы все-таки должны быть покраснее а дальше какой-то можно будет еще вот такой там красненький туда до добавить и с ним давайте чуть-чуть на щечки чтобы поинтереснее у нас цвет кожи получился чтобы она не была совсем такая коричневая прям так вот румянец практически появился и такой же яркий я добавлю на шею потому что там есть очень светящийся оттеночек такой закатный и разницу между волосами и лицом и кожей до нужно будет сделать поэтому наверно вот с больше таким красным я сделаю кожу сейчас даже всю ее немножечко закрашу а дальше пойдем на осветление она волосы мы постараемся наверно сделать больше такой охры ну похожий цвет во всяком случае на желтую охру до чтобы вот такой вот желтоватый был на волосах иначе сольется и но не то что сольется будет ощущение как будто мы такой вы с вами грязаль сделали все одного оттенка такой же можно будет потом добавить на где-то на глазки я думаю ну что давайте еще чуть-чуть посветлее пойдем что там еще у нас было такой более теплый между охры и таракотовым оттеночком он может поместиться где-то под глазками немножечко чтобы поярче сделать может быть на участок лба на другой глазик потому что он тоже остался серым и его цветом покроем так ну что давайте теперь попробуем этот супер бежевый будем надеяться что он нам позволит добавить яркие участки на лице начнем с переносицы моя идея в том чтобы он перемешивался с предыдущими оттенками и давал нам такие блики солнечные и чтобы весь портрет более объемным становился заодно это будет тест на то сможет ли большой слой карандашиков удержаться вообще на бумаге что с ним будет происходить жалко конечно что вот этот коричневый совсем не работает я буду рядышком держать вот такой более подходящий коричневый для того чтобы сразу уточнять какие-то моменты например вот где идет бровка мне нужно больше показать что здесь форма поворачивает и чуть чуть больше тени добавить поэтому я буду добавлять и светлый и где-то чуть-чуть затемнять если будет нужно так даже можно особо не растушевывать интересно кстати если охру смешать с таким коричневым на участке шляпы что будет потому что шляпу тоже в более такой бежеватый хотелось бы ввести в принципе нормально растушевывается возвращаюсь к моему бежевому ну немножечко есть момент такого замещения что один карандашик вот это светлый ложится на более темный и немножко его как бы выталкивает но принципе они там перемешиваются можно как-то сделать осветление более менее работает но я боюсь что если начну сильно растушевывать что вообще тогда потеряется весь цвет потому что насыщенность не очень большая то есть вот сейчас да вот вот такой вот бежевый это максимум скажем так того что может дать карандашик покроем светлую часть носика тень пока что оставим такую какая она есть именно по светлым участком пройдемся и сделаем рефлексик который мы видим над ноздрёй такая полосочка перемешаем с коричневым попробуем какой-то мягкий переходик сделать и давайте свет на щеке возьмет ли карандаш вообще это светлый участок идем выше подойдем глазик у глазика тоже есть у слезнячка очень светлая область сюда в идеале прям довольно много светлого нужно нанести наносится пока что но вот максимальное до такое перекрытие светлого цвета сильнее как-то больше он не заполняет уточним нижняя века на нем есть свет в принципе рисует если если выбирать нужную сторону если немножечко вот так вот все это продумывать без этого вряд ли будет работать такой шуршащий звук конечно получается потому что пигмента недостаточно и приходится делать плотное нажатие чтобы вообще какой-то цвет появился до вернемся к левой стороне здесь мы видим часть щечки и также свет на на нижнем веке и на верхнем попробую по интенсивнее прям сделать чтобы брик такой получился и мне кажется бровку слишком я вперед вывела можно будет с темным потом скорректировать так ну что к нашему носику стоит вернуться чуть-чуть объединить бежевые с темными участками и потом будем смотреть как туда поместится белый и вообще будет ли он ложится на слой бежевого честно говоря сомневаюсь что это у нас получится так смягчаю зона здесь тени потому что светлый участок до такой на щеке тень идет на боковой поверхности носика сюда бы еще какой-нибудь оттенок нам добавить давайте вот такой вот средний коричневый по цвету так ощущение как будто немножко вниз носик опустился сейчас попробуем за счет тени его капельку поднять ноздрю чуть-чуть потемнее помягче сделать и что дальше здесь ну чтобы совсем у нас такой нейтральный оттеночек не был давайте покажем затемнение с помощью черного цвета где ноздря прям более такой темный кусочек добавим прорисуем ее капельку и сейчас вот этот черный цвет я попробую распределить с коричневым чтобы уж очень черный там не получался мне нужен именно темно-коричневый и думаю что это единственный способ его получить если я вот буду черный с ним мешать потому что предыдущий коричневый он вообще нам не дает темного цвета так много смягчаю и еще показываю тень снизу носика потом посмотрим что там с белым будет ли он ложится так капельку еще бежевого контур у нас три точнее ее рефлексик попробую показать поярче так немножечко смягчаю чтобы не были такие уж очень четкие у нас ноздри и попробуем сделать 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 яркий белый брик в идеале на бежевом что там будет происходить ну что-то происходит видимо у меня тут нужная сторона карандаша пошла как-то он чуть-чуть чуть-чуть осветляет так но мне кажется это все то есть попробую с нажатием чтобы кончик нос стал более яркий но вот это наверное все то есть ярче белый брик он не делает а хотелось бы до сделать и были все таки поярче и если наносить прям очень много то он доходит как бы до бумаги и вообще тогда белый цвет теряется поэтому с белым тут прям все они просто нанесу белый ниже под носиком потому что здесь нам нужно осветлить чуть-чуть так ну что-то получилось конечно он белый он такой бежевый да потому что перемешался со всеми коричневыми делаем зону под носом здесь такой у нас бик идет и в идеале давайте сделаем контур чуть-чуть вот так я сделала контур сверху и то же самое можно показать снизу как губы поднимаются нижняя губа точнее как она стремится к уголочку хотелось бы побольше света на подбородок можно будет прямо с белым попробовать все равно у нас светлит как раз до бежевого он не будет слишком ярким это точно и выделяем рефлекс на подбородочке чуть-чуть его делаем светлее так ну давайте смотреть можно будет угол карта сделать чуть-чуть поярче зону на вот такой вот свет показать и попробуем вот на бежевый добавить еще белого потому что тут на щеке тоже яркий блик и скорее всего светлее уже не будет это вот такой максимум яркости хотелось бы чуть 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 наверное еще побелее но но так не получается на щечку тоже чуть чуть светлее добавлю поэтому чтобы получился вообще здесь контрастный рисунок нужно добавлять просто более темной тени скажем так потому что за счет светлого это получаться не будет да даже белый он видите конечно перемешивать все это замечательно но яркий белый цвет он не оставляет так что на данном этапе да можно сказать что принципе все это работает но очень такой замыленный не контрастный рисуночек будет если опять же не уводить все это с черным не затемнять сильно тени и так далее то есть свет как бы не не вытягивать светлые карандашики любые сейчас из этого набора они не работают немножко фактуру покажу на губах и и нужно будет их чем-то затемнить добавить более плотные участки потому что свет это наш максимальный да значит хотя бы за счет тени заточу что ли вот этот красно-коричневый карандаш ну что два раза сломался и вот с такой с таким острым кончиком я его оставила потому что уже страшно и боюсь что он будет дальше ломаться такое возможно попробуем используя эту острую сторону сделать темные участки на губах складочки более темной линию между верхней и нижней губой где они смыкаются ну то есть чуть-чуть фактуры немножечко тени и они у нас вот такого коричневатого оттеночка получится ну не будем добавлять какие-то красные розовые сторонние карандаши попробуем сделать вот с тем что имеем заодно верхнюю губу можно немножечко почетче сделать и ее вот так вот поднять немножко больше какого-то объема не можно добавить в идеале еще конечно пройтись без белым сверху посмотрим получится ли до добавить такой более яркий контур такое свечение сверху ну с нажатием получается но вот тоже да вот какой то это будет максимальный результат есть конечно способы до что могут так с нажатием такими коротенькими штрихами наносим слой карандаша чтобы они оставляли брики но это прям не сильно просто выходит ладно много затемнение еще справа так и давайте с этим же карандашиком чуть-чуть я доделаю подбородок добавлю на него тень снизу потому что вроде бы эта сторона тут рисует стоит этим воспользоваться что еще я хотела хотела немножко надо делать носик возле стени не хватает она видите так вот по кругу как бы поворачивает вокруг ноздри и потом эта зона уже переходит в более светлую там где идет рефлексик будем надеяться что светло-бежевый вот такой спасет чуть-чуть он будет с коричневым перемешиваться посмотрим нормальный ли цвет здесь образуется стараясь именно так вот заглаживать чтобы все таки довольно ровная кожа у нас получилось гладенькая будем сейчас вот эти два карандаша вместе объединять ну можно да как растушевку такую его использовать чуть-чуть света на подбородочке слева над губой можно участок стать и чуть-чуть затемнить сейчас там такой у нас серый цвет давайте с этим красно-коричневым добавим такую легкую тень главное там усы случайно не нарисовать и с бежевым я растушую должен получиться вроде бы неплохой оттенок так чуть-чуть у нас тень ушла так вот добавляю осторожненько под носиком тоже пойдет небольшая такая тень вот легко легко добавили но ярко добавить тут все равно не получится потому что они недостаточно пигментированные в этом плане можно не переживать что мы сильно где-то затем ним это маловероятно будем подбираться наверно глазику вот это я зря потому что сейчас светлый цвет отсюда совсем уйдет с растушевкой тоже нужно быть очень осторожны и потому что и шанс что мы просто сместим куда-то пигменты и придется заново все это очень тяжело возвращать чуть-чуть носик ноздрю вы так поярче еще можно кстати границу фронтальной поверхности носика и боковой сделать более конкретно серединочки именно так давайте может быть левый глаз сделаем левая сторона будет готова и потом пойдем уже на правую что тут у нас есть можно чуть-чуть еще тени который будет на шляпе добавить чтобы глазик выделить и и надо будет уже работать черным посмотрим что нам даст даст ли он нам тоненькую линию надо будет наверное все таки вот чуть-чуть заточить черный вроде бы нормально заточился и я думаю он знаете как такое спасение будет в этом наборе потому что он нормально рисует и он достаточно темный без него было бы вот прям вот совсем бы очень плохо так вроде бы еще ничего поэтому ресничный край вместе с ресничками я показываю легкое можно затемнение где тень верхнего века где складочка идет будем подбираться к глазику у нас еще немножечко в расфокусе поэтому постараемся тоже довольно мягко его сделать где самые темные зоны мы показали и в идеале немножечко бы смягчить эту область давайте кстати с сером попробуем он пока что еще у нас тут не участвовал с ними как бы разношу вот так черный пигмент сделаю чуть-чуть его помягче чтобы он вписался туда в общую картину мы с этой функции нормально он справляется я стараюсь растушевку не использовать сейчас вы попробовать именно с карандашиками сделать все нужные вещи сейчас так же затемнение на шляпе вот прям рядом с глазиком с радужкой тоже серым делаю и наш сам глаз давайте возьмем охру где пойдет глазик его цветная часть я охры чуть-чуть добавлю она может из черным там капельку перемешаться дальше мы с черным поставим зрачок зрачок у нас небольшой потому что довольно яркое освещение чуть чуть повыше должен быть где-то здесь зрачок сделали чуть-чуть можно еще поярче вот так реснички так и в идеале конечно белым сделать яркий округлый брик слева давайте попробуем так на что получается что это наверное все плане яркости белье у меня не получится к сожалению поэтому мы что мы можем сделать сюда чуть-чуть его обронить черным и так вот слева и наверное с серым с серым попробуем добавить затемнение на глазик чтобы он таким очень странным светлым не выглядел буквально парочку штрихов может быть за счет этого будет левая часть выглядеть как-то поярче и заодно зрачок тоже немножко смягчим чтобы он таким очень чёрным пятном не смотрелся что еще бы нам сделать с коричневым сейчас посмотрим если он нам даст такую возможность затемним века со стороны носика вы здесь рядышком чтобы больше объем чека придать и может быть чуть-чуть снизу тоже скорректировать очень высоко у меня просто щечка тут поднялась я попробую ее сместить ниже как-нибудь вот так снова беру бежевый чуть-чуть света на нижнем веке так ну что в принципе нормально нормально получилось чуть почернее можно зрачок и с левым глазиком мы с вами закончили так его легко легко прям наметили давайте сделаем бровь на бровь я сразу пройдусь чуть-чуть с черным и потом наверное какой-нибудь серенький либо коричневый мы сюда добавим но потому что он все-таки ярко работает и хотя бы мягко не так сильно царапает и с ним можно что-то сделать сером немножечко смягчаю черный цвет можно кстати и даже бежевый добавить чтобы бровь очень темный не выглядела какую-то фактуру тут не показать за счет того что маленькая до изображения и бумага у нас фактурная поэтому какие-то волоски прям особо мы не прорисуем но вот вот примерно так оставим можно будет сразу чтобы выглядел лучше этот кусочек с черным добавить тень которая есть на шляпе сверху и более-менее будет готова у нас левая сторона до черный очень неплохой действительно то есть какие-то вещи он помогает нам делать белый прям очень плохой а черный ничего ну хотелось бы чтобы и коричневые тоже были ну хоть парочку да какие-то приличные тогда было бы резонно вообще покупать такой набор потому что получается что у нас из 12 но грубо говоря да там один нормальный карандаш 10 не очень ни один совсем плохой поэтому получается не не сильно логично что мы покупаем с вами за за стоимость всего набора один какой-то более-менее черный карандашик тоже странно ну ладно вот как таблики как смогла я добавила слева давайте перейдем на правую сторону затем нелем и шляпу продолжим тогда с черным работать серединке и справа я добавляю его именно на те участки которые сейчас буду делать потому что боюсь что если очень много его добавлю вот куда-то вниз то я с помощью с помощью моей руки все это не спачку можно красненький вот такой красно-коричневый до черный перемешать такой более-менее нормальный оттеночек получается когда много видите начинает все таки конечно он вот так вот пылить но зато образуется хоть какой-то цвет уже неплохо так ну что давайте перейдем на наш глазик который основной тот который справа бровку ему оформим и потом сделаем сам глаз тоже добавляю черный прям так легко легко понемножку я набираю линию чуть-чуть чтобы цвет появился черный он как хоть какое-то затемнение будет работать с коричневым и уже доделаем основную форму смотрю не очень ли влево у меня он уходит она точнее бровь немножко перемещаю и можно еще пониже капельку вот так да вот либо какой-то участок неплохой у этого черного либо он на фоне других очень неплох все-таки с коричневым немножечко доделаем бровь и основания я возьму даже бежевый который самый светлый бежевый оттеночек попробуем некоторые волоски вот так вот показать немножко к серому такому нюансу цвета увести так этот коричневым по моему не работает сейчас попробую что-то с ним сделать ну ладно возьмем снова черный чуть-чуть намек на волоски и наш наш глазик давайте с черным сделаем контур найдем во первых уголочек где он находится как здесь у нас бровь здесь у нас был уголок ставим точку такую плотненькую и показываем линию верхнего века именно ресничный край который самый темненький постараюсь конечно это сделать аккуратно размерчик глаза довольно небольшой поэтому мы будем надеяться что смогу сейчас довольно тонкой как-то изящно его передать здесь идет у нас ресничный край верхнего века дальше не уходим а то очень большой глаз получится давайте складочки теперь покажем как они идут тоже прям максимально тоненько это делаю еще одну складочку повыше танк так вроде нормально здесь у нас пойдет с таким красноватым можно сразу добавить там пойдет слизистая верхнего века которую мы видим рядом с уголком не уверена что полностью туда попала но что-то мы сделали отступаем как раз чуть-чуть и пойдет собственно сам глазик его цветная часть вот здесь его немножечко обрисую потом сделаем посветлее потому что он все таки не темный до дальше ресничный край нижнего века глазки у девушки вот так вот подкрашены поэтому том числе и немного макияж мы передадим единственное слишком я прогнула вот так вниз эту линию чуть-чуть попробую поднять так и вот так вот к слизничку переходим ага нормально нормально черным пока достаточно давайте возьмем какой бы нам лучше взять на самом деле серый больше подойдет потому что красно-коричневый хоть он и довольно мягко работает но когда слишком коричневый получится у нас глазки очень теплые поэтому я попробую с сером немного смягчить и так вот нижняя века и немножечко смягчить линию на верхнем не очень конечно он насыщенно ложится где-то прямо так вот пропадает то есть не рисует там где нужно справа навеки должна быть тень поэтому сюда вот серого побольше этот красный который я хотела его можно будет добавить выше чуть-чуть справа его добавляю чтобы показать что века у нас идет объемная где идет складочку вот сюда прям потемнее потемнее и дальше так как бы оттягиваем наверх можно будет чуть-чуть тогда и снизу хотя бы капельку здесь добавить потому что мне нужно затемнение а вот этот цвет он хотя бы рисует это уже неплохо и чуть-чуть переходим в сторону волос здесь затемняем можно с тем же красноватым пускай вот такой оттеночек здесь будет ну что нормально по объему по затемнениям рядом с глазиком чуть-чуть попробуем затемнить здесь более плотный такой слой должен получиться скорее всего вернемся к черному тоже капельку уточню вот так верхняя века теперь попробуем поработать с белым с левой стороны у есть такие светящие сезоны на верхнем веке особенно поэтому пробую ярко добавить туда белый прям побольше может быть потом чуть охры туда добавим но пока что с белым вот так выделяем и с ним же немножечко света можно под бровкой царапает он немножечко вот так вот хотя бы добавили там где слезнячок можно парочку бликов поставить и что еще обозначаем где пойдет цветная часть глазика то что белая закрашиваем белым соответственно ну хорошо что еще этот участок в тени что-то будет видно должно быть видно во всяком случае так ну вот плюс минус дамы белый добавили немножечко бликов сейчас если у меня так линейно получится на нижнем веке хотя бы чуть-чуть рядом со слезнячком где участок кожи можно подсветить по форме слегка до работают очень длинный такой глазик получается так и что касается нашей радужки сделаем как мы делали на другом глазики серединку я ставлю черную точку это наш зрачок так и попробуем с правой стороны немножечко его уточнить такой тонкой линии там очень очень аккуратно и сверху легкое затемнение возьмем снова серый черный серым чуть-чуть перемешаю чуть-чуть я белого добавила на глазик там где блик ну вот насколько получилось да то есть ярче и особо не получается можно немножко охрыт туда и немножко охры на глазик сверху ну чтобы больше какого-то золотистого такого оттеночка там было и можно тоже сделать будет ресницы потом посмотрим на него может быть чуть-чуть затемним давайте сейчас затемню уголок пока не забыла вот именно здесь кусочек поплотнее так и теперь черным то есть от ресничного края получается у нас идут ресницы и соответственно слева более длинненькие будут стараюсь прям аккуратно чтобы не переусердствовать еще ну и потому что элементы очень небольшие бумага с фактурой на карандаш такой не сильно все это прорисовывает поэтому лучше сделать меньше чем больше снизу реснички у нас в другую сторону уже поворачивают ну и вот так вот можно завершить давайте только парочку каких-то ну прям более ярких сделаю вот так прям так очень деликатно постараемся и снизу на нижнем веке тоже несколько ресничек легко легко так чтобы они были не сильно просчитываем и чтобы они вот где-то есть есть но без какого-то фанатизма так но все думаю можно так оставить чуть-чуть потемнее складочку сверху вот так и прям знаете такое желание хочется потому что он все таки рисует хочется даже темнее сделать где-то где участочки губ потому что здесь прям но не хватает не хватает где-то плотности с черным конечно не очень хорошо это делать но но что есть до другого просто нет у нас ничего более плотного так ну ладно все что мы смогли сделать с глазиком сделали чуть-чуть почетче его наверное сверху капельку потому что очень в черный всего водить не хочется несмотря на то что по сути он один нормально здесь и рисует давайте сделаем такой перерывчик от участка лица сделаю наверное верхнюю часть шляпы очень очень легко потом ее слева и потом уже доделаем все остальное с правой стороны здесь пойдет что перемудрила до длине сделать здесь пойдет вот эта ленточка на шляпе и мрать попробуем с белом даже наверное сначала чуть-чуть охры вот такой на шляпу и теперь попробую белый добавить явно что он не будет ярко там рисовать но хоть что-то осветлит я буду такими прерывистыми штрихами это делать фактуру не буду прорисовывать просто покажу что там что то есть такое плетеное и можно будет поярче сделать контур толщинку шляпы так тоже это вот такой вот максимум этого белого светлее уже не получается пока что ну точнее не получится и тогда с охрой сделаем доделаем всю шляпку слева перемешаю где-то с коричневым вот этот желтенький мне хочется чтобы оттеночек отличался от цвета лица до соответственно пускай даже где-то там серая бумага просвечивает должно довольно неплохо выглядеть смягчаюсь темным участком где мы делали тень от шляпы на лице и можно будет попробовать давайте с вот этим нехорошим коричневым как раз будем использовать его свойства то что он оставляет прерывистую линию и плохо рисует и сделаем вот такое вот разделение на полосочки на шляпке и его можно под белым контуром тоже сделать показываем здесь чуть-чуть тоже да как линия поворачиваются ближе к носику ну нормально нормально я вот так шляпа оставила можно только чуть-чуть почернее наверное сверху и заодно выделить белый поярче сделать хотя бы за счет черного так мне кажется на носике как будто как будто брик потерялся либо он уже не выглядит таким ярким чуть-чуть хотя бы поярче сделаю может быть я как-то стерла этот момент щечку более светлую давайте сделаем насколько получится у меня добавить сюда бежевого оттеночка вот так ну и порозовее нам бы тоже щеку конечно поэтому посмотрим какой-то яркий который мы можем сюда добавить бежевый принципе виден нормально над губой его еще можно чуть-чуть но и снизу же тогда к подбородочку вывести вот так с белым хочется где идет уголочек добавить блик ну как-то вот принципе видно здесь уже не очень ложится где щека то есть он как бы убирает бежевый и очищает все это до бумаги поэтому сильно тогда вы здесь не добавляем может быть даже сгладить снова с бежевым поровнее сделать так с красноватым с красноватым был у нас по моему вот этот яркий делаем щечку чтобы по насыщеннее было по цвету с этим же цветом я ухожу вниз ближе к подбородочку попробую так боюсь конечно растушевывать но чуть-чуть попробую мне кажется все растушую то совсем есть цвет уйдет то я вы просто смажу красноватый вот такой и с ним уже покажем просто границу рядышком с волосами затемнение на подбородочке сделаем чуть-чуть заодно его скорректируем потому что уж очень такое да у меня активный подбородок получился очень яркий ну в плане в плане формы я имею ввиду активный такой вперед весь выходит ну за счет волос посмотрим чуть чуть поправим я думаю можно будет тогда с этим цветом сделать участок шеи особенно ту часть которую в тени попробую сейчас побольше цвета добавить растушевать так главное не смазать сейчас все вот это что мы сделали восстанавливаю небольшой рефлексик на подбородочке показываю свет так не очень у меня он вправо до ушел здесь нужно будет она точнее шею добавить нужно будет свет на ней поярче насколько получится ну вот вот как то так ярче наверное уже не будет поэтому сглаживаю и оставляем здесь такой свет чуть чуть повыше поднимем так вроде хорошо да нормально небольшой еще рефлексик на области челюсти и нужно нам сделать затемнение так давайте посмотрим какой из коричневых нам это даст потому что черный конечно прям не хочется сюда добавлять но я не уверена что темный коричневый сейчас еще одним слоем хорошо ляжет вроде бы этот ничего добавляется рядышком с волосами тоже небольшое затемнение и где волосы так тут он вообще прям плохо ложится не наносится так ну что давайте что ли это делаем левую часть наверное возьму все-таки черный его попробую на растушевать коричневый мне не даст какой-то четкой линии это сто процентов уточняю подбородочек капельку делаю его менее массивно покажу как пойдут затемнения и прямо тот этой темной линии от подбородка так вот оттягиваю штришочки вниз показываю темные участки в волосах сильно шею не будем рисовать где-то вот на таком вот мягком формате все ее вниз это делаем так вот легко дать попробуем охру нанести на черный где-то чтобы темный цвет уж очень убрать пускай там они перемешаются будет такой близкий к коричневому какой-то сепи немножечко смягчу с подбородком что касается кожи наверное чуть-чуть все-таки черного мне придется сюда добавить я попробую вот так плоской стороной карандашик а совсем немножко пока что мы еще волосы не сделали можно на них даже чуть-чуть заходить просто мне не хватает здесь плотности потемнее хочется слегка до уплотнить и тогда давайте наверх какой-нибудь поярче коричневый добавим что-то не очень поверх рисует ну вот хотя бы да вот так вот главное этот кусочек особо больше не трогать что касается волос тоже не очень хорошо ложится охра наверх поэтому сейчас насколько там она поместится я добавлю может быть попробовать бежевый давайте посмотрим будет ли он как-то на черный ложится тоже не очень тогда несколько хотя бы штрихов я попробую сделать белом так и очень идет непросто прям плохо наносится так следующие попытки у меня такой рыжеватый немножко хотя бы на волосы нанесу я хочу уйти просто от этого очень темного оттенка что именно черный да то есть мне нужен темный но и не хочу чтобы он там черным смотрелся поэтому стараюсь хоть с каким-то цветом его немножечко перекрыть до жалко белый прям вообще не работает не получается какие-то волоски сделать не получается ну ладно немного здесь участок шеи доделаем и поярче какой-нибудь нам цвет нужен немножко добавлю и растушую вот так пусть вот так вот мягко уходит ну что же волосы давайте здесь поступим более хитро попробую добавить белый да вот это неприятно потому что хочется волоски хотя бы какие-то вывести до чтобы они были заметны видите не не рисует приходится как-то продавливать чтобы они были вообще видны и он как бы такой трассы проскальзывает и цвета не видно и я думаю вы слышите прям такое очень очень сильное нажатие нужно делать чтобы что-то произошло но и это не помогает вот это видите как я стараюсь стараюсь хоть какие-то волоски сюда так вроде бы что то есть сейчас все которые светлые есть любые не важно тут уже даже в какой оттеночек попробуем добавить нам хочется взять нормальный белый и все это сделать красиво может быть охра как-то так а где охра вот она может быть охра сработает немножко хотя бы попробую вот сюда на белый добавить ну чтобы такое свечение было но это прям очень титанические усилия в общем можно сказать так совсем не просто ну да что то мы сделали что то мы сделали какой-нибудь волосочек если получится рядом с глазиком наверное придется рядышком с этими светлыми какие-то темные наносить чтобы они были видны и хоть как-то типа вот коричневого например ну ладно ну что получилось то получилось наверное все равно черный придется до сюда нам капельку добавлять видите черный то работает неплохо чтобы хоть какая-то прорисовочка была потому что тяжело идет немножко растушую да ну что мы поняли с вами что черный работает нормально все остальные делают это плохо и когда черный ложится вот таким вот слоем за счет того за счет вот этой масленности такой небольшой этой пастели не получается особо с ним что-то перемешать и его перекрыть ну как и любой другой цвет просто светлые перекрыть наверх легче темными да темные тяжелее перекрывать вот это вот в этом вся фишка и выходит что я не могу сейчас добавить белый потому что нижние слои карандашиков они вот такие вот как бы масляные то есть там засел этот слой и особо перекрыть не получается потому что они еще не не пигментированные какой-нибудь коричневый нам нужен попробуем с ним чуть-чуть теплоты добавить сюда на волосы тоже он так процарапывает не получится скорее всего каких-то ярких бликов у нас на волосах к сожалению ну потому что прям вот даже с нажатием каким-то получается это сделать сейчас парочку каких-нибудь самых так но на светлых еще есть шансы да что хоть как-то я добавлю но это все равно это не не дело так она не должно работать ну понятно этот коричневый вообще тут никак чуть-чуть черном тогда затемнение сверху немножко потому что тени от шляпы нужно показать более ярко дальше пробежимся может быть какие-то небольшие нюансики и будем заканчивать потому что прямо это утомляет такая вот работа когда нужно постоянно какие-то придумывать способы чтобы карандаши работали да то есть уже о другом особо не думаешь я не говорю про какое-то удовольствие ну удовольствие конечно есть но она связана с такими мучениями во время рисования попробую выделить немножечко здесь участок шеи сделать его потемнее может быть за счет этого чуть-чуть все более светлыми будут волосы казаться немножко смягчу волосы справа с помощью охры вроде бы она хоть как-то рисует сейчас можно больше тоже желтенького добавить на шляпу и я думаю будем с вами всю эту красоту заканчивать вот такая у нас работа получилось сказать что очень было просто я не могу да потому что были очень тяжелые моменты на самом деле все было довольно сложно за исключением черного черные нормальные это мы поняли остальные прям ложатся довольно тяжело ну вот что получилось вот такой вот эксперимент если сравнивать с карандашами color который тоже да с алиэкспресс я думаю с ними все было бы еще намного сложнее и тяжелее то есть сейчас еще такой вот лайтовый вариант потому что они не царапаются и повторюсь до главная вот такая странности особенность можно сказать этих карандашиков что они немножечко такие как сторону масляные пастели чуть-чуть немножечко с воском как будто за счет этого где-то они не растушевываются особенно хорошо и за счет этого они тяжело перекрываются особенно темные даже небольшие слои темного цвета перекрыть очень и очень сложно вот такой вот эксперимент надеюсь вам было интересно надеюсь это было полезно что касается выводов ну очень очень спорно до нужны ли нам с вами такие карандаши стоит ли даже относительно небольшие деньги на них тратить не могу вам сказать точно это вы сами для себя решите и в комментариях напишите что вы думаете по этому поводу как вам такой опыт спасибо за внимание увидимся с вами в следующих видео пока пока пока